МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нашей школе недавно исполнилось 90 лет, и уже 70 лет мы предоставляем возможность нашим ученикам изучать русский язык, русскую культуру, литературу, историю, чтобы после этого они могли поступить в лучшие российские вузы. Во время подобных фестивалей они участвуют в совместных концертах, что тоже укрепляет российско-китайскую дружбу. Эта китайская школьница несколько месяцев репетировала народный танец, чтобы принять участие в праздничном концерте. Девушка впервые оказалась в Хабаровске. Гостей из Поднебесной приятно удивило радушие местных жителей. Люди здесь такие добрые, улыбаются нам, и это очень приятно. Чувствуешь себя как дома. К тому же нам с погодой повезло. Тепло, солнышко светит, и я очень рада, что приехала сюда. За 60 лет российско-китайской дружбы сделано немало. Страны обменивались педагогами, были организованы летние и зимние совместные лагеря, краткосрочное обучение за рубежом, налажены контакты между школьниками. Опыт, опыт, кто должен передать молодежи, детям подрастающим, как мы жили, как становилась наша дружба, наши взаимоотношения, не только культурные, дружественные, но и экономические. Поэтому мы должны, ветераны, передать практику народной дипломатии нашим детям. Продолжили знакомство со славянской культурой гости из Китая в центре русской деревни, в поселке Бычиха. Харбинских школьников здесь встретили хлебом с солью. Я почувствовал, что русский народ очень гостеприимный. Нам было интересно тесно познакомиться с русской культурой. Ваши танцы – это что-то неповторимое и самобытное. Мне очень понравилось. Они очень любят петь. У них очень звонкие голоса. А они с нами этим похожи? Да. Они очень интересные. Это очень позитивные, с ними интересно играть, гулять. Очень веселые, дружелюбные. Познание в языке. Это незабываемая поездка. Все, кто нас встречал в Хабаровске и в пригороде, например, как здесь, все они улыбались, относились к нам тепло, и я поняла, что русский народ очень радостный. И нам очень приятно, что мы поддерживаем добрососедские связи. С улицы перемещаются в зал. Здесь для гостей из Харбина вторая часть русского концерта. Еще более эффектная. Китайцы удивились, но нашли с чем ответить. Сделали это громко и мелодично. После концерта учеников и учителей Харбинской школы повели в музей славянской культуры. Показали, чем богата русская изба. У нас очень часто бывает много гостей, особенно иностранцев. И нам хотелось показать все направления творчества русского человека. Поэтому здесь и тряпичные куклы, и деревянные расписанные дощечки, и какие-то у нас тут есть и музыкальные инструменты. А вообще это как бы прообраз русской избы. Меня очень впечатлил ваш интересный подход к преподаванию. Многое делается с помощью искусства. Мы видим, как школьники увлечены. С помощью танцев, рукоделия и живописи вы изучаете свою культуру. И мы планируем в Китае развивать разные направления творчества и внедрять их в педагогический процесс. Гуляли и веселились русские и китайские школьники всего пару часов. Этого мало, но все еще впереди. Наше сотрудничество продолжается. У нас есть интересные проекты. И мы уже обсуждали это с господином ХВМ. И я думаю, все это у нас осуществится. В мае следующего года школьники из Хабаровска посетят Харбин. Попадут на празднование 70-летия Китайской Народной Республики. Их обещали встретить как родных.